Всем привет ребятки, с вами Джофф и сегодня у нас новые ответы муразорчиков, ой простите, разработчиков, ой простите, ну в общем ребятки, как вы знаете, муразор попал на Кипр, отрастил там еще большую бороду, практически как у вас Эрмана, и получается теперь он заменил на этой позиции Панкова и Живца, и это все. Он отвечает на вопросы зрителей, в любом случае отвечает достаточно интересно и наверное даже более конкретно, чем Шторм или Панков, так что давайте его послушаем, а вось что-то необычное проскочит. Итак, поехали. По Пантере 8.8 планы строятся, да и по остальным новым и старым сосновым премам, стоит ли ожидать тогда в чем-то ап, а в чем-то нерв в таких случаях? Муразор отвечает, Пантера 8.8 есть в планах, правда он не уточняет, что с ней будут делать, возможно ребятки будут апать и какие-то мелкие нюансы поправят, хотя в принципе как по мне, как для премиумного снайпера из кустов, Пантера 8.8 весьма неплоха, сам убедился недавно. А противостояние никак не вернуть? Муразор отвечает, что в будущем возможно вернут, когда баланс будет переделан. Музя, по поводу Тайпа 59, есть ли какие-нибудь планы? В данный момент нет. По поводу глобального ребаланса, какие-то сроки и стадии разработки можешь назвать? Пока что никаких сроков, отвечает Муразор. То есть, ребятки, я так понимаю, Муразор намекает на то, что в Wargaming, скорее всего в Минске, очень много эффективных менеджеров, которые дофига любят контролировать, но по факту ничего не делают. То есть, куда ни плюнь, куда ни тыкни, везде продюсеры, 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 а работать некому. Такое бывает в крупных компаниях. Что будут делать с КВ-5? Как именно апать и когда это случится? Планы по КВ-5 не до конца финализированы, отвечает Муразор. Что и как с ним будут делать, я пока что сказать не могу. Музя, ответь, почему не обращать внимание на китайские танки? Они же не все КАЛ, ЕЧУВЗ на 9 уровне. Почему топы не апают? Да и всю ветку надо балансить. 113 и 121 апали вот только совсем недавно, отвечает Муразор. ВГ реально делает World of Tanks 2? Зачем? Им бы с первым разобраться. Муразор отвечает, этим занимаются совершенно разные команды. То есть, ребятки, таким образом Муразор подтвердил слухи о том, что Wargaming делает World of Tanks 2.0 с современными танками. Ну, как я себе это представляю. Ну что ж, подождем релиза и подождем каких-то первых скринов или трейлеров. Малиновка, Прохоровка, Огненная Дуга, Вестфилд, Редшир. Когда уберут эти карты? Спрашивают игроки. Пока что не собираются их убирать, отвечает Муразор и в принципе на этом все. А Чехов так же в говно порежут, как и Т-22? Спрашивает зритель. По Чехам нет пока решения, но лично мое мнение, что их надо поднерфить, если речь идет о 9 и 10 уровне. Восьмой наоборот надо апать. Почему нельзя дать страдальному лаше ДПМ, как у Тигра? Он все равно никуда не успевает. Пробивается, так еще и не дамажит. Так хотя бы прилично смотрелся, как ТТ немецкой ветки. Муразор отвечает, при глобальном ребалансе может быть что-то и поменяем ему. Ну тут, кстати, ребят, я не согласен с зрителем, что Лёве прям такой вот страдальный прем. Как по мне, у этого према есть только один минус. У него очень унылый геймплей. Но при этом у него офигенная точность, офигенное пробитие, хорошая скорость полета от снаряда. У него неплохие сейчас стали борта, у него очень неплохо танкующая маска и УВНы. В принципе, конечно, слоупочный, но нормальный прем. Чего так жалуются, я не понимаю. То есть на нем можно неплохо стрелять, набивать. Единственное, что ты очень медленный и, конечно, зависишь от команды. Апнут ли 88 мм Л56 под калиберы со 171 пробития до 191? Муразор отвечает, точно не в 9.15. То есть, ребятки, скорее всего, когда-нибудь, но апнут. Скажи, что ты думаешь о Патане 59? Только хорошо, посмотри новые характеристики, а потом ответь. Что мне их смотреть? ТТЗ по апу я накидывал. Если учитывать, что СТ-8 в принципе страдальческие, то на их фоне 59 батон более чем ок, отвечает Муразор. Муразор, ты вообще планируешь приезжать в Российскую Федерацию в 2016 году на мероприятие варгейминга? Тот же Игромир. Музи отвечает, возможно, на Игромир приеду, но не факт. Муразор, тебя прикормили, когда домой вернешься, в Украину? Ближайшие несколько лет я буду жить на Кипре, отвечает Нытьезор. И тут один из зрителей спрашивает у Музи, хочу узнать, можно ли через тебя продать аккаунт. Т-34, ИС-7, ИС-4, Бочетельон, 10к боев, 52% побед. Муразор отвечает, завтра пойду у Виктора Кислова спрошу, может быть он купит? Не благодари. Мурка Бородач, что же будет дальше? Спрашивают игроки. Музя с присущим ему оптимизмом отвечает, мы все умрем, но не сразу. Ну и еще, ребятки, немножечко ответов от Муразора. С Гусем что-то еще будете делать? Музя отвечает, а что не так с Гусем? В принципе, ребятки, я тут согласен. А что не так с Гусем? Гусь офигенно нагибает. Да, в чем-то страдает, но при этом лобовая броня у него, наверное, лучшая на восьмом уровне. Даниил, будет ли вторая часть ЛБЗ? А то основные уже прошел, хочу еще, чтобы потом пердак горел. Когда-то говорили про нее, но сейчас глухо. Так будет она или нет? Не скоро, отвечает Муразор. Музя, помнишь, ты пилил видос про американские ТТ, где сказал, что перевод тридцатки в ПТ был ошибкой и его нужно вернуть назад? Умоляю, заставь их все вернуть на место. Это ведь и вариативность геймплея, и альтернативный топ. Что думаешь? Сейчас это малореально, отвечает Муразор. В каких патчах ждать графониум и всяческие графические финтифлюшки? Муразор отвечает, что графика от контента зависит, а не от движка в данный момент. Дань, здорова. Подскажи, пожалуйста, собираются ли что-то делать с Т110Е4? Ей скрыто понизили прочность боеукладки, уж очень часто стало БК критоваться. Ладно, если у меня одного это проблема. Но нет, не у меня одного, это проблема. Все, кто имеет этот агрегат, жалуются на частый вынос БК. Муразор отвечает, что боеукладку не трогали. Музя, а ты на супертесте побывал? Если да, то как там? Серьезно, одни днища сидят? Музя отвечает, что не смотрел их статку, люди, мол, для тестов нужны как массовка, скилл не критичен. Вот тут, ребятки, я, конечно, не согласен, что скилл не критичен. Вот, я считаю, что, конечно, по большей части на супертесте сейчас мешают даже не днища, которые там участвуют, а те ребята, которые там этим всем рулят. Потому что вот эти вот все их тесты, вот этих новых говнопремов, да, когда они там ставят 5 говнопремов против 5 одноклассников и устраивают лобовые перестрелки, которые абсолютно не похожи на рендом, это полное дно. Ну и, конечно, что супертестеры, там тоже полное днище, это тоже, я считаю, важно, потому что эти маленькие днища пишут свои вот эти говноотчетики в надежде получить голды и абсолютно не пишут там свое объективное и обоснованное мнение, а пишут какую-то фигню. И, конечно, в итоге мы получаем в игре говнопрем, как раньше это был СТА-2 и 59 Паттон до АПа. Ну и сейчас, возможно, конечно, ребятки, что-то изменится и какие-то пропускать совсем убогие машины не будут. Музя, нашел ли ты того, кто балансил Тайп-4 Хэви? Муразор отвечает, да. И вот тут, конечно, как бы сразу опять, ребятки, подкрадывается вопрос, а что Муразор сделал с тем, кто балансил Тайп-4 Хэви? Может быть, Муразор угостил его пивом, посмотрел просто ему в глаза или как-то погрозил ему пальчиком? Вот интересно было посмотреть на лицо этого человека, знаете, вот мне очень часто, ребятки, интересно съездить в миск, в отдел баланса зайти и посмотреть в глаза человека, который балансил Тайп-4 Хэви. Да, вот, или Т95Е2, или СТА-2 до АПа. Вот просто спросить у этого человека, чувак, ты чем думал, каким местом и во что ты вообще сейчас играешь? В Тенке или во что-то другое? Будет ли АП-268, спрашивают игроки? Он нереальная параша сейчас, хотя бы УГН получше и сводку чуть норм, и нормально будет. Муразор отвечает, привыкли имбовать на ПТ, отвыкайте, и тут я, кстати, с ним полностью согласен, нафиг, нафиг кучи потасау из рэндома. Собственно, назрел вопрос, основные механики по типу маскировка, обзор бронепробития, типы снарядов будут подвержены изменениям при глобальном ребалансе? Если да, то это будет допиливание или же полная переделка. Конкретно правила трех калибров, стреляющие кусты, кусты размером с маус и так далее. Муразор, к сожалению, отвечает, пока что без комментариев. В 9.15, которую мы ждем, затеив дыхание, апают целую кучу соснулых премиум танков. И это как бальзам на душу, пишут игроки. Но вот вопрос, у меня в ангаре стоит сентинел 4 уровня с 2 фунтовой пушкой, 80 пробития, 45 урона, у которой 2,8 секунды сведения. Муразор отвечает, он плох, я знаю. Так что, ребятки, возможно, в каком-то следующем патче после 9.15 его тоже апнут. Я так понимаю, Муразор имеет в виду вот этот новый премиум танк, французский тяж, который я тестил как-то на стриме, который называется то ли Мле-47, то ли Мле-45. В общем, такая большая дурында с офигенной лобовой броней, но очень картонными бортами. Так вот там пушечка получше, чем у Гуся, потому что, если не ошибаюсь, она от ФЦМа с пробитием 212. Так что ждем. На этом, дорогие зрители, у нас все ответы разработчиков и Муразорчиков. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в новых выпусках. Чао, какао! Субтитры сделал DimaTorzok